На то, что жизнь может вторгаться в искусство физически, первым указал, пожалуй, Пабло Пикассо, когда в 1908 году впервые вклеил кусочки бумаги в живописное полотно. Что было потом хорошо известно. У выдающихся и не слишком выдающихся мастеров 20 века в ход шли даже посуда и мебель. Особо популярны до сих пор газетные и журнальные обрывки. Судьба газет остается незавидной, а вот журнальный глянец оказался невероятно живуч. С ним преимущественные работы Дарья Усова, современный художник, вполне уже успешный, потому что успешно и довольно изобретательно применяет несвежий, казалось бы, прием, который давно уже составил славу таким великанам, как, например, Роберт Раушенберг. Выставка ее работ открыта в залах столичного фонда Екатерина, и по ней видно, в какую именно сторону ушла художница Траушенберга и ему подобных гениев коллажа. Основной массив работ на выставке – это картины, которые наводят на мысль и радостную, одновременно и горькую. Мысль о том, что сказочные персонажи перестали быть такими уж сказочными. Сказка сделалась былью. Как понять, что лягушка – это царель? Сегодня это гораздо проще. На лягушачьей шкурке QR-код. Под QR-кодами скрывается все, что вас интересует. Гномам пришлось приступить к новым поискам скрытых сокровищ. В новых недрах виртуальных они добывают биткоины. Тройной портрет Змея Горыныча указывает на то, что теперь во власти этого чудища сфера нашего общения. Три головы, три мозга, три действия. Поделиться, прокомментировать, поставить лайк. А Инстаграм? Разве не лучший ответ на вопрос, кто на свете всех милее, всех красивее? Одна из наиболее эффектных работ на выставке – Силиконовая долина. Купец, богатый, во владениях зверя лесного, чудо морского, изумленно разводит руками, обнаружив, что вот же он, желанный цветочек, аленький. Силиконовая долина – истинное богатство. Это возможности неограниченные. Для всех, кто с умом красив и деловит. Герои русских и европейских сказок не просто остаются нам близкими, как в детстве. Они стали нам еще ближе. Усилиями Усовой они вошли глубоко в ткань той действительности, с которой нам сегодня приходится дело иметь. Все работы художницы построены на том, с чем нам сегодня приходится дело иметь. С переработкой отходов, например. С глобальными экологическими проблемами. Усова считает, что избранной ею техникой способствует утилизации отходов. И клей использует исключительно натуральный, безвредный. С тем, что вторичен не только материал ее творчества, но и сам прием не соглашается. Я, Дарья, активно использую то, что вы воспеваете своими работами. Возможности всемирной сети. Так вот, в сети легко и быстро обнаруживается довольно большое количество работ, подобных вашим. Созданных 10, 30, 50 лет назад. В Америке сейчас работает дизайнер-американец Дерек Горрес. Его работы просто один в один, подобные вашим. Он старше вас. Так вот, как вы сами считаете, в чем новизна, неповторимость ваших произведений? Знаете, я в 2003 году запатентовала свою технику. Она отличается от всех техник, которые сейчас есть в мире, тем, что мои работы очень сильно наполнены смыслом. А каждая деталь, она как смысловой хэштег, который наполняет общую композицию. Она строит некий разговор со зрителем. То есть зритель, когда смотрит на мою работу, он читает некую книгу, по словам, которые выражены в фотографиях, которые находятся внутри коллажа. Я считаю, что ваше произведение – это образец позднего поп-арта. Скажем, там, 3W поп-арт, или там, IT поп-арт, можно так назвать. А вы вообще причисляете себя к какому-нибудь направлению? Вы знаете, я не причисляю себя к никакому направлению. Так уж получилось. Но, с другой стороны, я создала свой стиль, который называется «писис-арт» – кусочное искусство. Я причисляю себя, в общем-то, к нему. Хотя я себя считаю последователем и Филонова, и Густава Климта, и Энди Орхола, и Лихтенштейна, и Раушенберга. И я их всех в своем искусстве помню, и делаю тоже некие как бы и хэштеги, и ссылки на них. Это как алфавит, которым можно рассказывать. Я также пытаюсь эти буквы тоже внедрить внутрь своего искусства. Вот маленькая деталь. Тигры, гепарды, пантеры – герои многих ваших работ. Такое впечатление, как будто за этим что-то стоит. Может, какая-то личная история? Абсолютно точно за этим стоит. Потому что, на мой взгляд, вообще сильные животные, такие как львы, тигры, пантеры, они отражают сильные черты характера современных людей в современном мире. И я помещаю их в несвойственный им контекст. То есть… Сильно несвойственный. Сильно несвойственный, да. Сильно несвойственный. И именно на этом контрасте я хочу вызоветь определенные эмоции у зрителя. И вот еще другая деталь, гораздо более важная, о которой вы, собственно говоря, упомянули. У вас во многих работах много букв, слов, отдельных слов, целых фраз. «Ради этих моментов я живу». Или там «Потерянный рай». Или там «Страсть к открытиям всегда толкает людей на безумные поступки». И так далее. Их очень много. Некоторые из них, вот как эти, наводят на мысль о том, что они не случайны. Так они не случайны? Или это ваши какие-то шифры? Вы знаете, они абсолютно не случайны. Потому что мое искусство прежде всего антинегативное. И я хочу дать зрителю эмоцию позитива. Когда он читает мои работы, он верит в свою мечту. Он продолжает мыслить позитивно и находит, может быть, даже какой-то ответ на тот вопрос, который он себе задает. Тогда вы должны были к перечисленным именам добавить еще Эрика Булатова, который на словах и буквах, на фразах построил все свое творчество. Меня, знаете, зацепила особенно сильно одна ваша фраза. «Как стать?» Без вопросительного знака, без продолжения. Просто «как стать?» Кстати, очень похожа на у Эрика Булатова есть фраза. «Откуда я знаю куда?» Да. «Как стать?» Я хочу спросить про вас. Вы уже стали? Я уже стала. Я чувствую, что я уже стала. Кем? Я стала художником, который делает искусство, которое помогает людям верить в свою мечту и реализовывать свои идеи. Потому что, когда человек что-то уже придумал, о чем-то помечтал, он уже знает, как прийти от точки А к точке Б, чтобы реализовать свою мечту. То есть я делаю именно вот это искусство для мечтателей-реализаторов. Или для стартаперов. И для стартаперов. Абсолютно точно. Спасибо большое, Дарья. Спасибо вам.